Львы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на июль месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца. И первая карта для вас на начало месяца – Паш Кубков. Паш Кубков – в начале чего-то новое. Для некоторых здесь могут быть знакомства новые, да, общение какое-то новое. Для некоторых может быть то приглашение куда-то поехать, да, отдохнуть. Давайте посмотрим следующая карта, что говорит у вас это. Это Туз Мечей. Туз Мечей постарайтесь, если те, которые в общении только в начале в отношении, постарайтесь не обрубить эти отношения. Дайте себе возможности знакомиться с человеком. Дайте возможности пообщаться чуть больше с человеком. Даже может вот, если вы познакомились только недавно, то хотя бы этот месяц июль узнайте человека. Здесь не нужно обрубить что-то спереча. Да, вы сами хозяина своей жизни, но пока спешить, откуда-то уходить или поставить точку, в начале месяца этого не стоит делать. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца. Туз Жезл. Жезл в ваших руках. Стремитесь, да, если хотите узнать человека, стремитесь дать возможности открыть человека, дать возможности понять этого человека. Те, которые находятся тоже в отношении. Я хотела бы такое, знаете, здесь может быть отношение, которое как любовные. То есть здесь вот всё-таки вот для вас, мои дорогие, те, которые имеют отношение стабильное, здесь всё-таки нужно поставить точку. Да, но это только в ваших руках. Вы должны это понимать. Или вы выбираете те отношения, которые стабильные, да, или вы выбираете всё-таки любовные эти отношения. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца для вас, о чём нам говорит. Это восьмёрка Пентакля. Вы мастера. Вы люди, которые знают, чего они хотят. Не нужно ничего спешить и просто убрать и уходить. Или, может быть, вы думаете на сегодняшний день, что вы чем-то, в чём вкладываете, в отношения, где-то какая-то работа, может быть, какие-то, может, ваши финансы, которые вы вложили, и вы думаете, что это бесполезно. Нет. Вот ближе к август месяца у вас будет исполнение какое-то желание. Здесь постарайтесь, да, не обрубить с плеча. Постарайтесь дать возможности дальше продолжать. Потому что в своё время вы эти, то, что вы посеяли, вы будете пожинать, вы будете вот эти собирать. То, что касается отношений, то, что касается даже какие-то финансы или работу. Пока я бы хотела ещё сказать, те, которые собираются поменять работу и думать мысли уходить в июль месяца, всё-таки пока не время. Вот постарайтесь сдержать, ну, сдержать свою вот эту позицию там, где вы сейчас находитесь. Давайте посмотрим, следующая карта для вас. Это карта мира. Карта мира может говорить о том, что у вас будет очень сильные мысли просто убрать и уйти. У вас не будет вот это терпение для того, чтобы вы нуждали, чтобы этот месяц прошёл. Сохраните свои позиции, сохраните те отношения, сохраните ту работу, которая у вас есть, те финансы, не растратясь туда, куда не нужно. Вот именно вот этот месяц, даже в начале и в середине вам стоит всё-таки сохранить, что у вас есть на сегодняшний день. Давайте посмотрим, следующая карта для вас. Это карта пятёрка мечей. А почему вы так сильно спешите обрубить? Потому что у вас есть переживание, чтобы у вас не случилось, как в прошлом. Может быть, то, что в прошлом предали на работе, а может быть, в отношении у вас предательство, и вы боитесь каких-то новых чувств, вы боитесь каких-то новых начинаний. Вы не даёте себе возможность. Это ваши всё-таки страхи. И вы вот из-за этого и спешите убрать это. Не нужно, потому что проблема показывает, что она в прошлом. Вам не нужно стоять вот именно в начале, в середине месяца, да, на страже в порядке, что опять у меня всё будет рушиться. Давайте посмотрим, следующая карта, что вам говорит под конец месяца для вас, мои дорогие. И в конец месяца карта Дьявола. У вас вот именно месяц, почему у вас так сильно? Потому что вас будет тянуть куда-то. У вас будут очень сильные страхи, да, у вас есть одержимость. Может быть, люди, которые вот стараются так быстро обрубить, и, знаете, поменять что-то. Из-за того, что вот Дьявол вас даёт возможность искушаться. Вы не должны искушаться то, что не нужно. Вот нужно всё-таки бороться. Если понимаете, что те, которые имели отношения и входили раньше в любовный треугольник, то вам не нужно это сделать. Те, которые были преданы, люди, да, одинокие, и вы думаете, даже женщина и мужчина были преданы, вы думаете опять, вам могут изменить, вам могут люди предавать, но не стоит. Дайте себе возможности поставить себе цели, что вы можете быть счастливы ещё раз. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на конец месяца – это пятёрка Пентаклива. Пятёрка Пентаклива, и пока всё-таки вот от этих искушений вы уйдёте. Всё-таки у вас хватит эти силы, возможности бороться с вашими искушениями, с вашими завистиями. Может быть, даже с вашими какими-то страхами. Вы от этого уйдёте, да, вы будете перебороть это и просто оставить и уйти в конец месяца. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета. Что вам высшие силы советуют для вас, мои дорогие? Это карта Волшебника. Карта Волшебника, хочу сказать, такое, что это карта двояка. Те, которые понимают, хочу первое сказать, те, которые боролись с магической какие-то атакой, хочу сказать, что всё-таки у вас будет сила уйти от этого. Вы всё-таки, знаете, сможете побороть это. Всё-таки у вас по восьмёрке Пентакли работа, да, вот если вы сделали какую-то недавнюю чистку, она работает, она борется, она вот, защита ваша, она, да, это просто ваши страхи показывает. Те, давайте, которые не будем говорить про магию, то у вас, знаете, вы волшебники, вы мастера, вы уже знаете, чего вы хотите, вы уже знаете точно, в какую сторону вы хотите идти. Поэтому, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.